Только получив платежку из ЖЭКа, по-настоящему осознаешь, в какой роскошной квартире проживаешь. Но платежки бывают и липовые, да такие, что сразу и не поймешь, что не тем платишь. Да и другие виды мошенничества в сфере ЖКХ случаются. В связи с этим начальник областного главка Сергей Солодовников заявил, что будет бороться со всеми видами мошенничества в сфере ЖКХ. Причем от мошенников защитят и граждан, и управляющие компании, и поставщиков энергоресурсов и услуг. Особое внимание будет уделено Тольятти, где платежи горожан часто расхищаются руководителями ряда управляющих компаний. Остается только посочувствовать коллегам Сергея Солодовникова. Работы у них будет ох как много. Резонансный законопроект внесен вчера в Госдуму. Депутаты предлагают забрать у приставов право закрывать должникам возможность покидать родину. Сегодня любой человек, у которого есть долг более чем в 10 тысяч рублей, становится временно невыездным. Решение о таких черных списках должников сегодня принимают судебные приставы на основании вердикта суда, признавшего человека должником. Депутаты с такой ситуацией не согласны и считают, что только у судов должно быть такое право. А еще законодатели хотят, чтобы предложенный иметь новый порядок, начал действовать уже с 1 января 2016 года. Есть определенная логика, а то у нас полстраны невыездными станет, причем именно по ЖКХ. Дания временно закрыла железнодорожные сообщения с Германией из-за продолжающегося наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Ранее аналогичную меру приняла Австрия на границе с Венгрией. Также остановлено движение на части автодорог, соединяющих Данию и Германию. Австрийские железные дороги прекратили прямое сообщение с Будапештом, ставшим эпицентром кризиса в последние недели. Теперь поезда с обоих сторон следуют только до границы, где происходит пересадка. Уже несколько месяцев похожие проблемы наблюдаются в Кале, откуда отправляются паромы и поезда в Великобританию. Российский фондовый рынок открылся снижением котировок по отношению к основной торговой сессии среды. Индекс ММВБ опустился до отметки 1714 пунктов. Среди лидеров падения, бумаги НМТП, Магнита, ТМК, Россетей, Аэрофлота, Новотека, Башнефти и Преф и Сбербанка. Лидеры роста – акции в СМПО «Ависма», ЛСР, Русал, Полиметал, Соллерс, Уралкалий и ММК. Снижение на российском рынке происходит на фоне понижения агентством «Стендард энд Пурс» рейтинга Бразилии до мусорного уровня, а также дешевеющей нефти. На азиатских рынках преобладают продажи. Снижение вызвано негативным закрытием торгов в США. Курс доллара на 11 сентября – 68,49 рубля. Курс евро – 76,69 рубля. Золото стоит 2439 рублей за грамм. Серебро стоит 32,42 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 48,59 долларов за баррель. А теперь время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова